Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И вместе с вами сегодня я хотел бы коснуться такой темы, как «Потом, позже, не сейчас». Эти слова означают духовное, физическое действие, перенос на более поздний временной срок чего-либо. Я хотел бы привести примеры, их будет восемь. Это сделать зарядку. И вы решаете отложить это. Выехать на природу, изучать иностранный язык, извиниться перед кем-либо, помочь кому-либо, накормить, скажем, бездомному собаку. И вы все это откладываете. Поспать, отдохнуть. И, наконец, сказать кому-то, что вы любите его и цените его. Это только час примеров. Но проблема заключается в том, что огромное количество людей находятся в реанимациях, в больницах, в тюрьмах и уже на кладбище, которые не успели вовремя что-либо сделать, сказать. Они думали потом, позже, не сейчас, и это не состоялось. Потому что человеку не дано знать, когда окончится его телесное время пребывания на этой земле. И поэтому не надо откладывать, и особенно не надо откладывать, важное в своей жизни, как духовное, так и физическое. Потом, позже, не сейчас. Поразмышляйте на эту тему, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.